Мир вам, братья и сестры. Мы сегодня имеем особую привилегию находиться в Доме Божьем. Я смотрел, как Реген встал, с таким трепетом вздохнул или выдохнул. Чувствуется, что это переживание и трепет. Я когда здесь стою, у меня тоже какой-то трепет здесь. И каждый, наверное, переживает. Когда стоит перед народом Божьим и перед самим Господом, когда будем читать это Слово Божие, какой-то трепет, какой-то переживание. И только когда сядешь, то ты только успокоишься. Потому что мы сегодня предстоим пред Богом. Слава Богу за то, что мы имеем вот такой прекрасный у нас молитвенный дом. И слава Богу за то, что он уже выплачен. Это тоже огромная милость. Мы имеем дом Божий. Мы можем приходить сюда. Мы можем молиться нашему Богу на этом месте. Я сегодня хотел прочитать одно место, которое записано. Записана эта книга Бытье, 35 глава. Я думаю, что многие из вас знают это место. И смотрите, как здесь написано. Бытье, 35 глава с начального стиха. «Бог сказал Иакову, встань, пойди в веселье и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков в дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в веселье, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них. И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Я вспоминаю, много лет назад, может быть, 35, где-то, может быть, чуть больше, чуть меньше, когда вышла какая-то книга, и там мы немножко рассуждали. Вот прошло столько времени, и вдруг мысль вот эта вот пришла мне, где одна старушка рассуждает так. была, она спрашивала путь, куда ведет эта дорога, и когда она узнала, куда ведет эта дорога, она говорит, зачем же эта дорога ведет туда, если там нет Божьего храма? Это ее размышляние, что все дороги должны вести к храму Божьему. И раньше так и было. Весь православный люд, он как-то стремился в храм, особенно в воскресенье. Но когда пойдут время, времена, то люди как-то остыли, знаете, по отношению к Богу. Знаете, я сегодня свои рассуждения хотел назвать такими словами. «Дорога к Дому Божьему». Здесь видим Иакова, человека Божьего, у которого был дедушка. Дедушка был Авраам. Исаак – это был его отец. И теперь он – сын его. Мы прочитали, что Господь явился и сказал, чтобы он пошел на то место, где что-то когда-то произошло в его жизни. И он в этот момент никогда не мог забыть в своей жизни, что произошло с ним. Когда ему было очень тяжело. Когда он убегал от своего брата. И когда мы читаем в 28 главе, что произошло там. Смотрите, я хотел бы прочитать, потому что хочется сказать так, как говорит Слово Божие, Библия. И написано в 28 главе с 11 стиха. «И пришел на одно место, когда он бежал, и остался там ночевать». Почему? Потому что зашло солнце, и взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство Твоему. и будет потомство Твоё, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословляться в тебе и всеми твоём, всем племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда бы ты ни пойдёшь, и возвращу тебя в всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сей, а я не знал». И убоялся, и сказал, «Как страшно сиё место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарёк имя место тому, «Виси!» А прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обед, и сказал, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, и из всего, что Ты, Божий, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». Вот что произошло. И почему Господь ему сказал, возвратись в это место. Я думаю, что это особое событие в жизни Иакова. Я думаю, на всю жизнь осталось в его памяти. И прошли тысячелетия, по сегодняшний день это место читается, что произошло с ним, когда Бог впервые заговорил с ним. Его жизнь была другой. Он жил своими мерками. И когда он убегал от брата своего, которого обидел, много сделал ему неприятностей, не очень было хорошо на душе. И вот, когда он убежал, ночевал, Господь явился ему. Господь явился ему. И он узнал, что на этом месте, оказывается, присутствует Бог. Когда он пробудился, он вспомнил, что ему приснилось. Это никак нельзя забыть. Что Бог хочет быть его Богом. Что он благословит его, так, как благословил дедушку. Как благословил его отца. Он знал отца своего. Но он никогда, может быть, не имел таких отношений с Богом, как его отец, как его дедушка. И поэтому жизнь его, она была другой. А теперь Бог заговорил к нему. И, знаете, это произвело какую-то перемену в его жизни. Ему стало страшно, что Бог, оказывается, присутствует на всяком месте. И на этом месте Бог заговорил с ним. Братья и сестры, это был прекрасный сон, когда Бог явился и говорил к нему. Знаете, когда человек живет Богом, когда он общается с Ним в течение дня или вечером, после всех тревог, забот, он рассмышляет, он читает Слово Божие. И тогда, знаете, когда он засыпает с такими меслями, тогда приходит, как вот в Слове Божьем, Псалом 16-15 стихом, «А я в правде буду взирать на лицо Твое, смотрите, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Когда человек, боящийся, размышляющий о Боге, когда читает Слово Божие, молится, тогда и сон становится приятному такому человеку. И когда он пробуждается, он насыщается образом его. Или другой, как Псалом 138, мой, пятый стих, второй полустишье, «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Когда человек имеет вот это отношение к этим любящим Богом, все еще с тобой, как это приятно. Знаете, жизнь Иакова, она прошла в такой суете, хотя он имел такие обетования, он никогда не имел таких тесных общений с Богом, и вот Бог заговорил к нему, знаете, сказал, чтобы он возвратился в это место. А прошло уже, знаете, сколько лет? Прошло уже 20 лет, как устранял он свой дом. Он работал за одну жену, он работал за другую жены 14 лет, он работал за скот свой. 20 лет прошло, а не было вот этого времени, чтобы, знаете, предстать пред Богом, чтобы сделать так, как делал отец его, когда мы читаем 26 главе, 24 стихом, когда точно так же Бог говорил к Исааку, не бойся, не бойся, он говорил ему. И, знаете, он совершил после этого момента жертвенник, он принес Богу все сожжения, он разговаривал с ним, он склонялся, он смирялся пред Богом. А у Иоакова жизнь вот прошла вот так вот только для себя. И вдруг он услышал голос, чтобы он возвратился на это прежде место, к тому месту, где он пробудился, и которое он назвал, место это веселье. Как оно переводится? Кто знает? Дом Божий мне подсказывает. Дом Божий. Возвратись к Дому Божьему. То, что ты назвал это место Дом Божий. И, знаете, я думаю, что всегда вот эта тоска в сердце Иоакова была, что он дал обет Богу, и он хотел исполнить его. Но вот эта суета, она часто заглушает наши вот такие добрые желания, добрые мысли, добрые побуждения. Всегда заглушает. А наша душа тоскует. И Бог, помогая ему, говорит, возвратись в это место. «Возвратись, когда ты устрашился меня, когда ты дал обет Богу, тогда ты узнал». И знаете, что он первое, что делает? Он говорит всем своим домашним, он говорит, чтобы они, говорит, бросьте богов чужих, находящихся у вас. Почему? Да потому что они служили богам других народам. Лавана были свои боги. Их отцы поклонялись этим маленьким божествам. Он говорит, бросьте их, потому что он узнал живого Бога, который охранял, оберегал, и который не давал его, чтобы обидеть. Вы помните? Он говорит, я вижу, Господь, что делает с тобой лаван. Он видел все. Он замечал вот эту заботу и охрану о себе. Он говорит, бросьте этих богов, очиститесь, перемените одежды. Мы пойдем в то место, где говорил Бог со мною. Это было место, когда страх наполнил его сердце. Он услышал вот этот голос Бога, что он благословит его. И он хотел, чтобы они пришли без этих чужих богов. Потому что жизнь его прошла вот в таких суете. Ему некогда было научить. Может быть, он многое не знал еще о своем Боге. научить свой дом, свое семейство, потому что устранял свой дом. И он хотел, чтобы это все было забыто, брошено. Идем к Дому Божьему, там, где присутствует Бог. И поэтому человек, как человек, он хотел, чтобы они пришли чистыми, оставили всю эту грязь, всех чужое, что не принесет благоволение Богу. И очистили одежды свои. И знаете, народ всегда, когда предстоял пред Богом, знаете, когда пред Синаем, было сказано, чтобы вымыл каждой одежды своей, предстать пред Богом, пред святым Богом. И Бог сегодня хочет, чтобы и наши сердца были чистыми. В этом Доме Божьем сегодня Господь хочет, чтобы каждый, всякий грешник, пришедший на это место, омылся кровью Сына Его, убелился, чтобы найти мир. Как это важно, знаете, Иаков после этих долгих скитаний приходит на это место. Его душа, наконец, удовлетворилась. Он на этом месте что делает? Смотрите, седьмым стихом мы читаем. «И устроил там жертвенник, и назвал сию место Эль-Весиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. Он теперь устроил жертвенник на этом месте. Здесь присутствует Бог, как его сердце радовалось. Наконец он пришел пред лицо Бога, чтобы смириться пред Ним и злить свое сердце. И он молился пред этим жертвенником, вспоминая, что Бог явился ему, желая благословить его. После этого момента, братья и сестры, Бог, знаете, поменял жизнь Иакова. Он назвал, дал ему другое имя Израиль. Это князь Божий. У него произошли огромные перемены в этом человеке. Он стал жить по-другому. Ему дом Божий всегда был дорог. И он, знаете, находился там. Почему? Потому что в этом доме Божьем тогда, когда-то находился дедушка его. Он точно так же устроил тут недалеко свой жертвенник. Он молился Богу. Он обитал там, находился. Находился и его отец. И теперь и Яков здесь находится. Его сердце преисполнилось благодарностью. Дом Божий. Знаете, дом Божий висит. В этом доме Божьем когда-то находилась школа пророков. Только впоследствии, когда станет нечестивый царь, он поставит в этом месте жертвенники другим богам. И поэтому всякий израильтин, который вспоминает потом вот эти события, они вспоминают об этом месте, что там присутствует Бог, там является Бог. И они жили этим, они считали это место святым. И теперь и Яков, он пришел в это место, это место было дорого ему. Он пришел к этому Дому Божьему. Он, наконец, нашел этот мир, он нашел этот покой. А другой момент, когда мы читаем в книге Ездра, знаете, был еще дольше путь, не так 20 лет, а прошло 70 лет народа Божьего, когда они были в плену. И когда расположилось сердце, артаксерца, и он разрешил народу Божьему возвратиться на родину, возвратиться к Дому Божьему, чтобы украсить его, Бог посетил этого человека, дал закон, и народ решил пойти, наконец, к Дому Божью после 70 лет пленения, после того, когда они не слышали многое о Боге, потому что храм был разрушен. И 70 лет и теперь они готовятся пойти к Дому Божьему, как сердце их трепетало. Они собирают все, все сокровища, которые возвращают им, все пожертвования царя и князей, смотрите, окружающих, они собирают все, они собирают и решили идти. А дорога, дорога трудная, братья и сестры, они шли, когда мы читаем, если они 70 лет находились в плену, а шли 4 месяца на свою родину. Какие это долгим путь, но это была радостная встреча, когда они пришли в этот Дом Божий, хотя он был разрушен, эти были слезы радости, знаете, потому что много было трудностей, они знали, что их на пути ожидает дорогу Божьему враги. И когда мы читаем, там написаны такие слова, что что враги делали. Смотрите, как написано. И рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и подстерегающих нас на пути. Рука Божия. Как приятно сознавать и видеть вот эту руку Божью. И когда мы перед тем читаем двадцать первым стихом написано «И провозгласили там пост у реки Агавы, чтобы смириться пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя, для детей наших и для всего имущества нашего». Двадцать третий. Итак, мы постились и просили Бога нашего всем, и Он услышал молитвы народа, своего, пост и молитва. Они просили благополучия, благословения не только для себя, но своих детей, чтобы они не попали в руки врагов. И знаете, Бог услышал. Был такой момент, когда мы читаем тоже во второзаконии, мы читаем, что был тоже такой момент, когда народ Божий шел в обитованную землю, то, что Бог обещал, что произошло. Второзаконие двадцать пятая глава восемнадцатым стихом. «Как Он встретил тебя, это говорит Амалики, на пути, и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал». Тоже, когда они шли к этому прекрасному обитованному месту, к этой земле, о чем столько лет Бог говорил им, «А случилось такое, что многие не дошли, некоторые, по крайней мере, и многие, когда мы потом узнаем, что они не дошли, враг всегда подстерегает на пути к обитованию, к благословению, к Дому Божью. Он старается убить, украсть, знаете, истребить это замыслы врага. И самый лучший способ, который они избрали, они объявили пост, они молились, чтобы Бог сохранил их, сохранил их детей, чтобы их дети, они достигли этой цели, достигли того места, куда их сердце стремилось. И придет это время, когда был восстановлен храм, как они плакали. Старики плакали так, молодые, и другой возраст по-другому, и такой вопль пыльный. Одни плакали от радости, а другие, что они видели храм величественный, который построил Соломон. А теперь этот храм, он как ничто по сравнению с тем храмом. Это была радость. И они достигли своей цели. Братья и сестры, для нас сегодня еще это цель достигнуть небесного ханалана. На земле, где столько скорбей, где столько переживаний, где столько трудностей для нас и для детей наших. И знаете, часто мы теряем детей, когда дети уходят, когда люди избирают греховные пути. И знаете, помогает молитва и пост. Молитва и пост. И проходит время, когда люди потом возвращаются. Они ищут дорогу к Дому Божьему. Дорога к Дому Божьему. Она так нужна для того, чтобы твоя душа и твое сердце успокоилось. Там, в Доме Божьем, вспоминается вот эта теплота, теплота детей Божьих, теплота Слова Божьего, братья, сестры. Дом Божий, он предназначен для того, чтобы молиться здесь. В этом Доме Божьем Господь прощает всех грешников. Возвратитесь в Дом Божий. Это единственная дорога для твоей души, где ты найдешь этот мир. Это дорога для нас, для всех заблудших. Один человек пришел назад в церковь. После двадцати лет падений, горестей утрат, вернулся назад, возвратился к Богу, как он был счастлив, как он был рад, что вновь он обрел вот это утешение и спасение для своей души. Это место покоя, Дом Божий. Это место, где пребывает Бог. Это место, где Бог принимает молитвы, как принял вот эту жертву всесождение. Где ты возносишь на этом жертвеннике молитвы твоей, где Бог отвечает, когда мы молимся. Сегодня наша тоже молитва о нашем молодом поколении, о нашей молодежи, о наших подростках. И поэтому я хотел вас побудить, чтобы мы могли молиться об этом, чтобы навсегда был запечатлен в наших детях образ Дома Божьего, что дорога всегда открыта, двери Дома Божьего всегда открыты. Придите сегодня, найдете мир и покой, чтобы в этом Божии наше молодое поколение любило славить нашего Господа, что она знала, что на этом месте присутствует Бог, что оно страшно, что здесь Господь отвечает на молитвы, хотелось помолиться, чтобы для наших молодых людей это место было святым, чтобы оно было дорого, что в этом месте Господь прощает, Господь оснимает грехи всех молодых людей и старых, всякого возраста, слава Богу, за то, что эта дорога сегодня открыта, и двери открыты, чтобы найти мир и покой, как нашел Яков наконец, он вернулся к тому, он воздал обеты свои Богу, он сделал то, что Господь повелел, и Господь благословил, он дал ему новое имя, он был счастлив, Господь сегодня, дорогой друг, если ты сегодня находишься в нашем доме, если сегодня твое сердце неспокойно, я благодарен, что ты сегодня находишься здесь, может кто-то слушает сегодня нас, найдите покой, и вы найдете этот покой в доме Божьем, там, где присутствует Бог, и где Он прощает вас, прощает нас, Он очищает нас, пусть имя Господа будет благословенно, помолимся, возвысим голос нас о наших детях, о нашей молодежи, пусть имя будет благословенно и через наше молодое поколение, аминь.